Первая говорящая Чихуахуа Софи Нужно помнить, что самое лучшее для вас, вашей собачки и ребенка, это хорошее отношение, хороший контакт. Когда вы уверены в своей собаке, вам нечего бояться. А уверены вы можете быть только в случае, если вы понимаете свою собаку, общаетесь с ней и занимаетесь. Существуют случаи, когда воспитанная собака позволяет ребенку абсолютно все, потому что понимает их положение и что он не конкурент. Поэтому ваши отношения с собакой должны быть правильными. Появление нового члена в семье это все-таки травма для собаки, тем более, когда неизвестно откуда взявшийся маленький человечек забирает на себя все внимание. Две основные ошибки внимания обычно противоположны. 1. Отсутствие внимания. Родился ребенок и неожиданно для собаки вы выгоняете ее из комнаты, перестаете уделять ей внимание, постоянно ругаетесь при малейшем интересе к мамикам. В таком случае вы столкнетесь с нервозностью и непослушанием. 2. Переизбыток внимания. Не очеловечивайте собаку. Часто будущие мамы начинают играть, общаться, угощать собак больше, чем обычно. Думают они так. С появлением малыша собачке будет не хватать общения. Пусть видит, как мы ее любим, тогда меньше будет ревновать. Но в итоге они получают противоположный результат. Привыкнув за несколько месяцев к повышенному вниманию появившегося ребенка собака воспримет как соперника, если не как врага. Поэтому делать так не стоит. Что же делать и как поступать? Во-первых, у вас всегда есть в запасе несколько месяцев на подготовку до рождения малыша. Пройдите хотя бы начальный курс послушания, обязательно позанимайтесь. Неуправляемая собака любого размера представляет опасность для ребенка. Вы должны быть уверены, что сможете командой пресечь нежелательное действие собаки в любой момент. Учите команды от простых до сложных. Не хотите пускать собачку в детскую? Начните заранее приучать ее к этому, чтобы новый запрет не связался с появлением ребенка. Дети издают самые разные звуки, крики. Это может смущать собаку. Для собак вообще громкие звуки связаны с какими-то неприятностями. Чтобы убрать это напряжение, начинайте приучать собаку к различным интонациям, громкости голоса. Собаки, которые никогда не общались с детьми, могут очень нервничать в их присутствии. Дети пахнут не так, как взрослые, по-другому двигаются, говорят по-другому. Постарайтесь заранее приучить к детям, знакомьтесь с детьми, включайте записи голосов. Звуки жутковатые, конечно. Но ничего, я делаю вид, что все нормально. Я же хочу быть хорошей, я же терпеливая собака. Я всего лишь делаю видео про детей. Это не реальность. Во-вторых, не обделяйте вниманием собачку и после появления нового члена семьи. Не кричите и не ругайте за малейший интерес к малышу. Не проявляйте агрессии ни к собаке, ни к малышу в присутствии обоих. Более взрослый возраст ребенка более сложный для собаки. Когда ребенок подрастет, у вас появится проблема. Ребенок захочет трогать игрушки собаки, ее место, туалет, общаться с ней. Дети обычно хватают собак, дергают, толкают, визжат, тянут. Все их движения порывистые, они ползают по полу. Собака не понимает этого. Ваша задача состоит в том, чтобы научить собаку, чего ей следует ожидать еще до того, как ребенок станет подвижным. Научите собаку терпеливо относиться к общению с детьми. Например, хватание и щипание. Ребенок в любом случае будет пытаться захватить собаку или ущипнуть. Приучите ее к этому заранее. Начните ласкать собаку, затем легко захватите толстую складку кожи и помните. Похвалите, затем отпустите складку и еще раз похвалите. Когда собака начнет воспринимать это с радостью, хватайте ее быстрее и крепче. Но ни в коем случае не грубо. Собака не должна испытывать боли. Вскоре в сознании вашей собачки хватание и щипание будут ассоциироваться с положительными эмоциями. И она не будет злиться за это на ребенка и не будет этого бояться. Обнимашки. Дети любят обнимать собак. Собака должна это понимать. Позовите собаку, похвалите и быстро и нежно обнимите, а потом отпустите. Снова похвалите. Когда собака будет хорошо воспринимать подобные действия, через пару дней переходите к более длительным объятиям. Всегда отпускайте собаку, прежде чем ей станет некомфортно и неудобно. Продолжайте отрабатывать это упражнение, пока продолжительность объятий не достигнет полминуты. За этим всегда должна следовать похвала. Главная ваша цель в том, чтобы превратить все в веселье. Если собака вырывается, в течение трех дней уделяйте ей внимание только тогда, когда вы обнимаете ее. Это заставит ее захотеть обниматься, ведь так она получает внимание. Отучайте рычать и кусаться. Если ваша собака кусается в игре и с вами в том числе, учите команду нельзя. Отучайте ее до общения с ребенком. Если собака позволяет себе рычать на вас, значит она агрессивна. Нужно с этим работать пока не поздно. Если вы позволяете собаке проделывать это с вами, она разумеется будет делать то же самое с ребенком. Помните, ваше агрессивное отношение к собаке не устранит наличие агрессии у нее. В большинстве случаев собаки начинают считать, что агрессия это единственный путь общения и решения возникающих проблем. Учите команды, всячески занимайтесь собакой. Особенно обратить внимание на команду нельзя, чтобы пресечь любое нежелательное действие по отношению к ребенку впоследствии. И команды спокойствия, как спокойно, тихо, успокойся, которые можно будет использовать, когда собака разыграется и в этой игре может случайно, например, прыгнуть на ребенка. Игрушка спокойно. Ждать, жди. Молодец, ждать. Можно даже приучить собаку не трогать детские игрушки. При помощи специальной игры с собакой можно научить ее различать свои игрушки и игрушки ребенка. То есть отличать их и не играть ими. Ай, молодец. Я сниму специальное видео, как это сделать в самое ближайшее время. Где? Ай, Иван, молодец. И вот день настал. Малыш скоро появится в доме. Как же будет реагировать собака, когда вы принесете в дом ребенка? Это зависит от вас. Хорошенько погуляйте с собакой до появления ребенка, повторите все команды. Когда приедете, пусть один из родителей останется с ребенком, а другой и остальные люди, если есть, поприветствуют собаку. Таким образом вы поздороваетесь с собакой без беспокойства. Старайтесь сделать так, чтобы собака села и оставалась в таком положении. Тем временем поздоровайтесь с ней, приласкайте ее, говорите спокойно. Это успокоит ее и даст возможность почувствовать запах младенца, исходящий от ваших рук и одежды. Похвалите ее тепло и нежно. И сами сохраняйте спокойствие, а собака это почувствует. Внесите ребенка в дом. Пусть один из взрослых держит ребенка на руках, а другой в это время придерживает собаку, если вы не уверены в ней. Совсем не уверены, оденьте ошейник с поводком. Если собака прыгнет, чтобы посмотреть, скомандуйте нельзя. Не нужно сосредотачивать особенное внимание на встрече собаке и ребенка. В любом случае это произойдет само собой. Просто занимайтесь своими делами. Заметив ребенка, собака скорее всего сама подойдет к нему, чтобы тщательно его обнюхать, может даже лизнуть. А потом скорее всего она уйдет заниматься более интересными телами. В это время следует спокойно похвалить собаку и разрешить ей уйти по своим делам. Сейчас ваша задача показать собаке, что вы любите ее. Гладить, ласкать, как прежде, ни больше, ни меньше. Но показать также, что ребенка вы тоже любите и его нельзя обижать. Далее, после того, как ребенок подрастает, собака уже будет готова к его проявлениям, крикам, щипкам, играм. Но нельзя забывать о том, что ребенку тоже даже в маленьком возрасте предстоит объяснять, чего нельзя делать с собакой. И следующее видео из этой серии будет о том, как создать эти дружеские отношения между вашим ребенком и вашей собакой. Спасибо за внимание. С вами была говорящая Чихуахуа Софи. Расскажите в комментариях, были ли у вас интересные случаи между собаками и детьми. Рассказывайте свои какие-то истории на эту тему. Подписывайтесь на мой канал, мой инстаграм, вступайте в мои группы ВКонтакте. Смотрите видео, ставьте лайки и будет вам счастье. Пока-пока. Кстати, сейчас в моей официальной группе ВКонтакте идет конкурс. Подпишись на группу, сделай репост записи с конкурсом и жди. Случайный победитель получит бесплатно няшный ланчбокс от Disney Mini Mouse. Так что участвуйте. Я бы был прекрасным ребенком. Агу-гу-гу, София. Боже, Эйвен. Ребята, у вас в головы в кадре отрезаны так надо? Агу-гу-гу, Эйвен. Я че зря изображаю. Так, Софи, я ребенок. Я щас тебя буду обнимать. Давай приезжай. Поделись, ты ребенок или женщина беременная? Я не понимаю. Обнимаемся, Софи. Ой, че, че ты резкая-то какая? Я же ребенок. Обнимаемся, Софи. Это только для видео. Это не реальность. Хватит. Я думаю, уже кадра достаточно. Софи, отлично, отлично. Давай последний раз, хорошо? Обнимаемся. Хорошо, что это только для видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok